Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть вопрос в том, что автор, девушка, проживая в другой стране, оказалась перед выбором между карьерным ростом и любовью и не может решить никак, потому что с другой стороны не хочет терять отношения доверительные, близкие. С другой стороны, как бы хочет профессионально довериться, хочет реализоваться. И, соответственно, решение принять не может, работы нет. И спрашивает, как бы вот в данном случае нас, как поступить в этой ситуации. Будет говорить, что будет рада любой нашей помощи, взгляду и так далее. Вот. Ну, хочется сказать, я надеюсь, что вы, в принципе, это уже поняли, что мы психологи, в принципе, ну, не даем советов по данному вопросу. И вообще, не даем советов, мы помогаем человеку разобраться в себе. Вот. И, знаете, на мой взгляд у вас, вот именно если как-то говорить о проблеме, ну, вот именно конкретно о проблеме, да, о том, что могло бы быть проблемой. Я бы обратил внимание на то, что для человека, который активно, отчаянно ищет работу, вы как-то вот, ну, перебираете вариант. Потому что, там, фактически, у вас есть возможность это работать удаленно. И никто не знает, к чему это приведет. Ну, по большому счету. Ну, вот. Никто не знает абсолютно, к чему это приведет. Поэтому, как бы, вот, большой вопрос относительно того, что вы, ну, как-то вот отказываетесь, в общем, от вариантов, которые у вас изменят. И вот мне кажется, что на это имел бы смысл обратить вам ваше внимание, если вы действительно хотите как-то решить вопрос. То есть понятно, что в такой ситуации нет. Нет какого-то решения, которое оно могло бы удовлетворить вас, да, и взял, то есть такого решения нет. Идеального решения нет тоже, поэтому, на мой взгляд, вам нужно признать, что пройдет только решение неидеальное, а от неидеального решения вы отказывает, вы отказывает свои, вы отказывает ощущение таким образом, что цель вы преследуете, ну вот, и мне несколько другую, как будто бы, вот, что как будто бы, ну, пытаетесь свести все к тому, что отношения вам нужно вот, вам нужно, ну, закончить отношения. Позвольте. Позвольте. Вот. Хоть вы и говорите, что не хотите, не дай бог, и так далее, но мне видится это именно, именно так. Вот. Это тревожит, потому что вы себя как будто бы обманываетесь, как будто бы, вот, ну, как-то в данном случае, ну, сами, сами, может быть, себя, ну, загнали какую-то ловушку, и я опять же, как бы, ну, могу вас понять, что вы хотите реализоваться. На мой взгляд, идея, основная идея, заключается в том, что есть приоритеты. Ну, у вас есть приоритеты, у любого человека есть приоритеты, и вам, а, возможно, нужно определиться с этими приоритетами. Сейчас, а, условно говоря, вы их не видите. Ну, и задачей психолога будет вот, поисследовать ваши приоритеты, посмотреть на то, что вам важно, на то, является ли предмет ваших перешиваний тем, чем вы его считаете, или, может быть, это что-то другое, вот, на самом деле. То есть тут можно разбираться. Вот. Тут все. И, судя по тому, что вот вы их, значит, говорите, что полная апатия, депрессия, то вы решаете свой внутренний конфликт какой-то. Ну, то есть где-то у вас я должна, а где-то я хочу. Вот. И вот этот конфликт, он вам не дает такого. И, как мне кажется, именно благодаря этому конфликту вы оказались в этой, в этой ситуации. И, соответственно, этот конфликт нужно найти и помочь вам его разрешить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И хотел бы оставить вас вот с такими двумя вопросами. Вопрос первый. Вы пишите, значит, мысли о том, что отношения придется завершить, вызывает на меня ужас. Иными словами, вы боитесь потерять отношения. То есть не готовы отпустить человека. С чем это связано? То есть что вы теряете для себя? Да, вы теряете возможность сделать человека счастливым. Это правда. Но что еще вы теряете? Что вы теряете для себя? Вот с отношениями. Это первое. Потому что если мы любим, мы готовы отпустить. Соответственно, если вы не готовы отпустить, то это вызывает некоторые сомнения в любви. Ну, в том, что есть, по крайней мере, только любовь. Вот. То есть любовь может быть, но есть что-то еще. И следующий вопрос. Насчет, который я хотел бы вам задать, да? Как будто бы вы себе поставили цель обязательно профессионально реализоваться. А что будет, если вы этого не сделаете? Ну, что будет? Что такого страшного? Ну, выбрали вы любовь, семью, там, не знаю, домохозяйство, там, работу, какую здесь, да? Что страшно? Смотрите. То есть определите значение для себя одного и другого. И пытайтесь увидеть это требование или ваше желание. Потому что у желаний всегда есть приоритет. Они не конфликтуют друг с другом. Но требования как раз таки не терпят компромиссов. Вот. Все. Удачи вам. После этого. Продолжение следует.